Вы были здесь в России в 90-е и отмечаете, что было сделано много ошибок. Можете рассказать о них подробнее? Мне кажется, наши эксперты, включая меня, чувствовали себя настолько удрученными, что я даже не пытаюсь понять, что же было ошибочным. Мне кажется, моего экспертного знания недостаточно, чтобы постигнуть, насколько ужасными были наши заблуждения. Думаю, мы были очень наивными, когда приехали в Россию, полагая, что принесли с собой что-то настолько мощное и полезное для россиян, на самом деле это было совсем не так. Западная теория оказалась слишком безапелляционной. Не думаю, что у нас была экономическая теория, подходящая для России, для перехода от коммунизма к капитализму. Мы подошли к делу с точки зрения превосходства Запада, мол, у нас есть столько замечательных вещей для России. Но за всем этим стояла высокомерие тех, кто приехал из более преуспевающей страны. Мы считали, что наши советы будут неоспоримы и совершенны. Но они не были совершенны. Они привели к годам тяжелой жизни с высокой инфляцией, безработицей, к падению доходов обычных россиян, к росту бедности. А сейчас, спустя 25 лет, такие институты, как Всемирный банк и МВФ, изменились к лучшему? МВФ и Уллбанк, они изменяли после 20 лет? Нет, я думаю, они остались такими же. Они по-прежнему смотрят сверху вниз. Но они рискуют деньгами. Их ответственность – это деньги. Да, и это как будто извинять то, что они навязывают свои советы другим странам. Но я не думаю, что это подходящая модель. Нельзя распространить хороший экономический опыт, навязывая экономическую политику силой, используя кредиты как рычаг. Конечно, западные технологии могут помочь. Западные финансы могут помочь. Все эти вещи. Вопрос – кто будет нести ответственность. Думаю, украинцы должны нести ответственность за Украину, а россияне – за Россию. Не МВФ и не Всемирный банк. Когда наш президент Владимир Путин говорит о том, что существует западный миропорядок и интересы России, что он имеет в виду? Если под западными правилами подразумевается защита прав человека, то разве у России другие интересы? Я не думаю, что права человека – это ценность исключительно западных стран. Это глобальная ценность. Уверен, что люди по всему миру хотят иметь свою собственность, которую никто не отнимет, свое жилье, которое может контролировать только их семья. Они ценят жизнь, никто не хочет быть арестованным и подвергаться насилию со стороны правительства. Это стремление справедливое для всех людей. Но права человека не служат поводом для одной страны получать другую страну и демонстрировать превосходство. Америка не может сказать «У нас идеально соблюдается права человека, так что мы можем читать лекции России», что подразумевает «мы выше, а вы ниже». Я думаю, что это не тот дискурс, не тот стиль общения, который стоит вести. Продолжение следует...